здравствуйте друзья я сегодня необычно рано отправился на работу и просто проснулся рано не знаю так получилось у меня урок в 10 а сейчас еще девяти нет но я уже минут 20 на дороге вы знаете с утра черт что творится вот вы видите я вам показываю творится непонятно что была такая знаете частушечка в наше время когда дефициты были сплошные и вот была такая одесская частушечка исполнялась таким хором мужским там растворимый кофе привезли на базу привезли на базу растворился сразу и такой припевчик был вот к этой ситуации кому это надо никому не надо кому это нужно никому не нужно вот это вот трафик который мы сейчас испытываем вот это вот совершенно никому не нужно но что теперь делать значит вот едем как едем значит я хочу сказать что давайте раз такие пробки мы на меня переведем я хочу сказать что у нас видео которое делала наталья quick к 40-летию нашей совместность со светланой жизни я вывесил шестой кусочек последний по моему уже вывесил вот и больше не будет то есть я не буду больше вывешивать потому что там есть места которые ну как бы такие сенсы тимда такие чувствительные и светлана не хотела бы чтобы это висело а с другой стороны там поскольку фильм женский вот и наталья и канал женские так вот она ну человек такой и там много всякого сюсю мусю вот цветочки там океанчик там где-то мы тут прохаживаемся и так далее поэтому я думаю что сюсю мусю это вот наталья у себя на канале пусть вывешивает и там у нее водит аудитория такая более чувствительные подходящие так далее вот а я так больше по содержательному какие такие истории с жизнью и мы эту часть закончили значит целый фильм мы не будем вывешивать там некоторые люди говорят давайте целый целый фильм не будем я я уже объяснил почему вот у нас сегодня урок я еду на урок по поиску работы это непростая тема у нас когда-то было два урока потому что это было время когда мы прям с парада шли на фронт то есть мы из школы шли искать работу и мы соответственно учили их как искать работу на рынке как получить работу сейчас получается что от момента когда мы заканчиваем класс от момента когда мы класс заканчиваем значит до момента поиска работы проходит много времени что они на практику сейчас пойдут многие там еще на практике задерживаться на несколько месяцев а может быть совсем останутся ну то есть чтобы я сейчас не рассказал про поиск работы в голове практически ничего не остается поэтому мы решили время экономить и те два занятия которые были у нас теперь одно и фокус тоже переместился конечно на на другие вещи то есть я их должен ну не то что напугать но я должен создать у них ощущение как бы некоторые тревожности что ли что это не простой процесс что это не шапка закидательства и что мало хотеть работать для того чтобы сказать я ищу работу понимаете мало делать то что тебе вдруг захотелось как-то сделать знаете там то ли жениться то ли там в туалет сходить это это не так просто все то есть надо надо знать что ты делаешь надо надо уметь вот поэтому вот у меня такая задача сегодня я бы не ехал так рано честно но просто так получилось проснулся в четверг сегодня у нас вторник в четверг приезжает господин бородянский психолог который нас будет учить как интерпретировать тесты которые он собственно готовил вот как эти тесты интерпретировать для решения наших задач отбора студентов ну мы не отбираем тех кто хороший а мы пытаемся отсеять тех кому лучше с нами не связываться и мне вот светлана сегодня с утра говорит послушай как но ведь это же люди могут там обидеться вот допустим его не взяли туда-сюда я бы представляешься насколько обидно человеку которому у нас нечего делать насколько обидно было бы ему приехать потратить я не знаю там 4000 за курс заплатить да плюс еще тут жить надо если он из другого штата приезжает то это ему в десятку предприятие будет так ну со всеми скидь сопутствующими расходами и дальше и все это только ради того чтобы понять что пока чтобы понять что ему не нужно было этого делать я что честнее в общем мы пытаемся с другой стороны конечно ни один тест он не дает стопроцентные гарантии и вот михаил брать михаил бородянский когда мы обсуждали это он говорит что точность процентов 85 примерно вот исторически так они уже много лет этим занимаются и процентов 85 попадания то есть мы должны оценить риск не не успешного завершения этого процесса есть люди которые не в состоянии ничего закончить из того что они начинают найти есть люди которые когда встречаются трудности на пути они становятся непредсказуемыми пойти у нас у нас трудности есть надо пахать надо быть сосредоточенным там это то есть есть какие-то характеристики психологические которые так на глаз не 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 видно может быть или 100 5-минутного разговора на самом деле как бы на протяженностью там скажем 6 месяцев интервале времени они сработают пока он там учится у нас там у нас два три два три четыре месяца учиться или там и потом там два три месяца на практике серьезное время и будут трудности конечно важно важно понять с этой стороны что человек в состоянии не то что в состоянии но хотя бы нет явных противопоказаний вот на этом уровне приезжает михаил бородянский в четверг где-то в часа в два в три дня и последующие две недели пока он тут будет значит мы соответственно вырубаемся из того режима в котором мы обычно функционируем и я в меньше времени проведу в офисе потому что все таки гость и все-таки мы должны с ним поработать отдельно там по нашим делам так что мы съездим с ним куда-нибудь и в санта-крус там еще куда-нибудь может винную долину поглядим вот хотя он так как бы рвется к самостоятельной такой жизни снял там себе на airbnb снялся квартирку не знаю в общем поглядим то есть мы как бы готовы гостям заниматься но так ощущение такое что гость он хочет некоторые самостоятельности тоже и шопинг его не интересует вот так выяснилось поэтому значительная часть наших талантов как бы будет не востребован вот у нас люди некоторые знаете как-то очень негативно к этому михаил относится к тому что мы какие-то сюжеты с ним размещаем и все-таки у нас очень многоплановый канал у нас есть два десятка тем которые мы освещаем и я не думаю что кто-то вправе там говорить вот вы этого не вешайте но мы не смотрели что ты если если человек видит что это то что его не интересует и вместо того чтобы просто пролистать он заходит ставит дислайк или пишет какой-то комментарий злобный там и так далее я думаю что вот ему как раз психологу и нужно то есть в америке есть такое я не знаю наверно есть и не только в америке но я не знаю как называется в америке есть такое направление anger management значит как бороться с с тем что злой ну да дослов как пытаюсь дословно перевести наверно наверное есть такое более правильный термин с раздражительностью там с агрессией там и так далее не нравится идешь себе дальше чего же такое вот соотношение лайков и дислайков вот у михаила по моему самое такое заметное на нашем канале обычно у нас дислайков там процентов ну за месяц так на круг что-нибудь 78 вот дислайков а тут там до 30 процентов может доходить но все-таки я хочу сказать что когда 70 процентов лайков а 30 дислайков вот те которые там говорят как вы можете это вешать я думаю что им все-таки есть смысл уважать мнение других людей тоже это как бы ну ну правда даже даже без психолога понятно вот если 70 процентов хотят почему же 30 должны им мешать но не смотри я не знаю может я не понимаю чего наверное не понимаю потому что мне это очень странно то есть как бы нелогично но я вижу что очень много людей заведенных и агрессивных и некоторые специально приходят там позадираться там гадость написать склок какой-нибудь завести я уж как могу там борюсь с этим делом то есть я я не не считаю что наш канал такое место куда можно прийти и кого-то задирать то есть как бы есть другие места вот там задирают иди там на первый канал там у них тоже своя лента есть там на веб-сайте и пиши что хочешь или еще какие-то сайты есть я не знаю для нервных вот у нас как-то все более-менее спокойно что еще ну да я сделаю сколько это сюжетов с михаилом потому что я думаю по ходу тренингов там возникнут какие-то вопросы которые я подумаю что пойму что они интересны насколько я понимаю наших зрителей ребята давайте вам парковку покажу он там идет настя красотка которая кошечкой было на партии кей вот тут наши студенты собираются эти сколько паркинга это не только потому что рано утром это еще потому что наши соседи выехали с первого этажа там их чек 15 надо было в офисе так слушайте я сейчас буду выбирать куда встать это такая шикарная фишечка когда можно выбрать где встать так ну давайте будем выбирать встанем рядом с другим лексусом вот бы то есть беленький лексус и черненький лексус вот сейчас рядом станем будем стоять лексус лексусу дверь не оцарапает так скажем вот ну в общем я сделаю сколько-то видео поэтому я заранее предупреждаю чтобы никто не переживал по этому поводу просто проходил бы мимо и все и я думаю что более здоровая в психологическом плане реакция что ребята я приехал и до скорых встреч